Всем привет! Сегодня я покажу как перенести персонаж из DATS Studio Blender и как его анимировать с помощью сервиса Миксама. Начнем с установки плагина. Чтобы его скачать с официального сайта DATS, надо сначала там зарегистрироваться и скачать инсталлятор. Через этот инсталлятор производятся все загрузки в программу. Недавно DATS выпустили новую версию инсталлятора, но я использую старую. Установка очень проста. Инсталлятор сам установит все в нужной директории. Откроем DATS Studio и выберем персонажа. У меня это базовый женский персонаж Genesis 8 с базовой бесплатной одеждой. Чтобы перенести его в Blender, нажмем сверху Scripts, Bridge, Blender, DATS to Blender. Выбираем уровень подразделения сетки модели. Я выберу самый первый, чтобы не загружать компьютер. Далее вы можете выбрать морфы для экспорта или экспортировать все доступные. После нажатия кнопки персонаж экспортируется во временную папку. Вкрываем Blender, идем в меню Edit, Preference. В аддонах ищем нужный. Ставим галочку, в меню справа появилась новая вкладка. Вкрываем ее и жмем Import New Genesis. Персонаж появляется в сцене. Материалы уже все присутствуют. Мы можем их быстро настроить с помощью аддона. Для этого в Logite Mode выбираем фигуру персонажа. Выпадающим меню мы выбираем то, что хотим отрегулировать. Например, цветовой тон. Этими кнопками мы можем его менять. Если поставим галочку здесь, то шаг изменений увеличивается на 4. Здесь есть и другие значения, которые мы можем изменять. Например, яркость, контраст, шероховатость, памп и другие. То же самое можно сделать и для глаз, если поставить галочку здесь. Но для более тонкой настройки надо будет использовать редактор шейдеров. Например, вот такой неестественный цвет глаз нельзя изменить с помощью аддона, потому что будет меняться и цвет зрачка тоже. Надо в редакторе шейдеров найти материал, который называется склера, добавить ноду яркость, контраст и немного покрутить настройки. Блендер переносится также и морфы. Здесь они называются Shape Key. Некоторые морфы привязаны к положению костей драйверами. Все остальные вы можете использовать для анимации. Для быстрого поиска нужных морфов есть это окошко. Напишите название и щелкая кнопкой перебираете все варианты где есть это слово. Давайте перейдем наконец к скелету персонажа и анимации. Вместо костей мы видим геометрические фигуры. На самом деле это те же кости, но для удобства выделения их вид изменен на эти фигуры. Если выделите одну, перейти в Bone Properties, то можно вернуть кости первоначальный вид. Можно, но лучше оставить все как было. То, что вы сейчас видите, это кости прямой кинематики. Если вы хотите заниматься персонажной анимацией, вы должны знать, что такое прямая и инверсная кинематика, чем они отличаются друг от друга. Если вы еще не знаете, напишите в комментариях, я сделаю отдельный урок. С помощью этих костей можно уже и анимируя персонажа, но будет еще удобнее, если включить видимость контролов инверсной кинематики. Они включаются здесь. Чтобы сбросить позу в начальную, надо выключить видимость контролов инверсной кинематики и нажать Clear All Pose. Для некоторых будет удобнее конвертировать все в Rigify. Это стандартная установка в Blender для анимации. Но в этом уроке мы не будем ее использовать. Чтобы анимировать этого персонажа с помощью сервиса Mixamo, воспользуемся файлом с прошлого урока о ретаргетинге анимации. Идем в меню файл, жмем Append. Выбираем нужный Blender файл и папку Collection. В этой коллекции я собрал вместе и RIG с сайта Mixamo и RIG из пустышек с прошлого урока о ретаргете. Все уже подключено как надо. Если вы не знаете что это как работает, то смотрите урок по всплывающей подсказке. Подключим теперь персонаж DATS к RIG из пустышек. Все уже по знакомой схеме. Воспользуемся Bon Constraint для подключения костей к пустышкам. Крутим пустышки по локальным осям, чтобы исправить перекрученные конечности. В результате получаем анимированные персонажи из DATS Studio. Теперь я покажу как использовать эту связку для анимации других персонажей. Для примера используем другую анимацию из Mixamo. Нужно использовать только этого персонажа. С другими все может работать неправильно. Скачаем анимацию и импортируем ее в Blender. Сохраним в Action Editor. Удалим персонажа. Применим этот экшен ко второму персонажу Mixamo. Персонаж DATS Studio повторяет все движения. Выделим все его кости в Pose Mode и запечем анимацию. Переименуем этот экшен. Сохраним сцену. Теперь я экспортирую из DATS Studio вот этого персонажа. Он сильно отличается по пропорциям от базового. На его примере я покажу что может пойти не так в этом случае. Откроем новую сцену. Импортируем персонажа. Возьмем файл Append ищем наш сохраненный Blender файл. Убираем его, затем папку Action. Выбираем экшен, который мы сохранили до этого. Теперь этот экшен импортировался в текущую сцену. Применим его к персонажу. Как видите, анимация выглядит не очень хорошо. Это из-за большой разницы в пропорциях персонажа. Чтобы это исправить, надо масштабировать все анимационные кривые в Graph Editor, которые отвечают за перемещение костей HIP. Выделим ее. Скроем все кривые, кроме Location. Жмем SY 0.2. Таким образом, мы отмасштабировали все кривые по оси Y на 0.2, то есть уменьшили в 5 раз. Теперь анимация выглядит гораздо лучше. Если немного над ней поработать, то будет еще лучше. Но как это делать, я расскажу в будущих видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы их не пропустить. И не забывайте о лайках и комментариях. Всем хорошего дня. Удачи!